Говорит про разницу между государственными коммерческими и некоммерческими линиями. Ну, даже если он позвонил с инсулином, мы все равно ему задаем вопрос, вы знаете, что такое инсульт? А что у вас там, где ваши дети? Там тест-полоски, как он получит? Ну, давайте мы вам прочитаем памятку, да? То есть мы все равно не отболим людей, которые обращаются. И на самом деле-то, на этой самой «Будь здорово» так здорово, я не знаю. Вот, как я звонила на семь семерок телефон, мне хотелось узнать что-то там про лекарства. Мне сказали, у нас такой управляция, и не звоните в департамент здравоохранения. Ну, и что мне этот семь семерок, этот государственный номер, который я сделал? Ольга, может быть, можете сделать какой-нибудь такой короткий минимальный набор, что нужно сделать людям, которые хотят запустить только горячую линию? Какие-нибудь такие пошаговые действия? С чего начать? С самого малого. Ответьте на вопрос «Зачем она вам нужна?» Если вы сказали «Да». Да, дальше, мне кажется, довольно важно определить, в каком формате это будет происходить. Что это за телефон? Например, это может быть телефон анонимный, да? Это может быть телефон неанонимный. Это на телефоне кто у вас будет сидеть? Человек, который будет вести каждого человека. Это не пошив или это шерпатрия? Большая разница. Какая помощь оказалась? Ну да, опять же, какую помощь оказывать? Например, мы говорим, что работать с медициной на телефоне мы против, да? Это не то, что должно быть. Врачу нужно ходить. Мы вам по телефону диагноз не поставим. Довольно важно понимать, где граница того, что он готовит сделать на телефоне. Готовы ли вы по звонку человека из деревни приехать и купить ему дрова? Или вы готовы сказать ему, слушай, это телефон. Вот тебе три. Ты звонишь в соцзащиту сюда, ты звонишь в соцзащиту туда. То есть кто несет ответственность за эту проблему? И потом я вам хотела еще рассказать про программу «Болос милосердие». Моя любимая программа, которую мы уже для стариков сделали. То есть горячая линия может вообще по-другому работать. У нас есть частный благотворительный центр, где есть 15 тысяч человек прикреплено. Они фактически дублируются в соцзащиту. Вот такие молодцы ребята. И они нас попросили сделать программу для их подопечных. Мы отобрали одиноко проживающих, старше 75 лет. И единственное, что мы делали, это работали не психологи. Мы им звонили раз в неделю и спрашивали, как у них дела. Точка. И все. И это оказалась огромная, огромная позитивная такая штука, которую мы даже не ожидали, насколько классно эти люди, которые фактически одиноки. Их дети там, либо их нет, либо они где-то там в других городах. Они, большинство из них, не выходят из дома. И пожаловаться им некому. Рассказать, что в телевизоре только что показывали, тоже некому. И у нас так хорошо сочетнулось это с онкологией, с темой смерти, депрессия. Очень сложно. И тот, значит, у меня соседний консультант кричал про результаты футбола с дедулькой каким-то там, который слабо слышал. Понимаете? И это, ну, для наших консультантов это была очень классная история, потому что мы сочетали телефонную технологию. Опять же, понимая, где есть граница, да? Когда там человек нам говорил, ой-ой, денег нету, пришли мне денег, да? Окей, граница, да? Ой-ой, денег нету, кто меня может вынести на улицу, да? Окей, передали телефон, сказали, этому человеку нужна адресная помощь, там, с сопровождением на улицу. Но сам факт, что мы звонили раз в неделю, спрашивали, как дела, вообще элементарная штука. Оказался очень ресурсным для тех, где, которым мы звонили. Можно про кратер? Скажите, пожалуйста, с 9 до 9, да? И вы говорите, два психолога. Ну, нет, наверное, они... Там еще меняется. А, нет, я не могу сейчас. Какая смена? Три часа, по-моему, да? Четыре часа, две смены. Четыре часа. То есть, ну, фактически получается, что по три сотрудника на... Здесь, в Android, у нас свободный график, то есть, консультанты берут столько, сколько они могут взять. То есть, если кто-то готов отработать восемь часов в день, вот он идет две смены по даме, или через одну, чтобы он пропустил 2-9 лет. А потом вечер вернуться. Выбор за консультант. Виртуально работают сейчас. Виртуально работают. Виртуально работают. Виртуально работают. Если один не подошел, подошел второй. Да. Но было давнее время, и он тоже корень. Нет, вопрос в том, ну, вот, про нагрузку. Какое время работы, например, непрерывное, что проводить. Это очень хороший вопрос. Смотрите, значит, меньше, чем восемь часов в неделю у них теряется навык консультирования. Поэтому меньше, чем восемь часов в неделю они у вас будут забывать, где что лежит, как что надо. Вот это вот все может происходить. Смотрите, эти телефоны всегда для тех, кому плохо. И человек, который поднимает трубку, он должен иметь возможность, иметь энергию, силы, выслушать все, что там происходит. Это очень сложно. И это, если это перебор, передоз, то картина мира вашего консультанта начинает темнеть и уставать. Он будет, он у вас раньше рано или поздно. Смотрите, таким образом я все равно, ну, вот, просто интересно, на примере Орби, да? Сколько консультантов в день принимает звонки? Ну, вот именно психологов. Одновременно, да? Одновременно. Ну, два. Одновременно два. День, да? День, день, два человека. Вы сказали про три смены. В чем вопрос сейчас? Двенадцатчасовое обучение, то есть, видно, четыре... То есть, они сменяются? В четыре часа выступают на консультанты. Все. А переключения происходят? На юристов, вы сказали? То есть, смотрите, вот технологии переключения. То есть, есть вот те, кто занимается ширпотребом, да? То есть, те, кто принимает на себя, вот, первый удар. Первый вот этот вопрос, вот этот вот, первый вопрос, да? Тот человек, который должен разобраться, что же человек хочет. Зачем он позвонил? Он должен вместе с ним, не за него, а вместе с ним разобраться в его проблеме. Что ему сейчас надо? И сфокусироваться, да? Если много проблем, выбрать самое главное, потому что все не решить за один разговор. Если станет ясно, что, например, у него есть вопрос по инвалидности, как ее получить? Мы исходим из того, что мы сначала, все, что мы можем записать в памятке, например, по теме, в которой психолог не должен понимать, мы записываем, да? Если это стандартный вопрос, например, что обучить, инвалидность вам надо? Это стандартный вопрос, он в памятку готовит юрист, но, тем не менее, читает, например, ее психолог, консультант. Если после того, как мы прочитали эту памятку, у него продолжают оставаться сложные вопросы, вот, я уже там была, мне сказали, меня не приняли, это уже вопрос к специалисту. И дальше мы говорим, хорошо, мы сейчас вас попробуем соединить, пожалуйста, перезвоните, если связь разорвется. Такой вопрос часто бывает, мы предупреждаем. И мы когда, то есть у него уже есть формулированный вопрос, мы соединяемся с юристом, мы говорим, вопрос такой, там, он уже был. Ну, мы говорили, где там в офисе? Юрист, ну, чаще в офисе, но он, может быть, например, врач в Орбе или не в офисе. Это конкретный, конкретный вопрос, который мы специалисту сначала задаем сами. Он говорит, да, я этот вопрос возьму, потому что это специалист, который там занят, бегает, я не знаю, чем приезжаю, но и тогда только мы соединяем. Это разрешение специалистов. Я знаю, что когда фонд хочет подключить платежную систему, то это может заниматься там до полугода. Вот от решения подключить горячую линию и вот до какой-то более нормального налажного процесса, какой это период времени? Как это было? Месяц, да? Ну, да, ну, решение зрело, то есть мы консультируем с Олей, мне кажется, в течение полугода решали, в принципе, встречались несколько раз вроде. Да, мы запускаем, потом деньги, ну, немножко вот этот процесс, он такой был. То есть технически подключить на можно два дня? Технически быстро. Мы думали, например, получить номер, я знаю, что фонд Вера получил пилайный номер, мы не получили. Нам, у нас не бесплатно, мы писали, но нам отказали. Вот, Мегафон нам выставил такую благотворительную стоимость, что она была как-то повыше обычного пилайна. Ну, в общем, как-то у нас этот процесс, но там не такая сумма, что я не стала тратить уже свое время на выбивание, то потому что мне было проще найти донора, который дас денег там на 2,5 миллиона, да? А, у нас сейчас, давай, да, у нас Марго телефон. У вас сейчас Марго? Да, у нас Марго. Ну, мы опять же приезжали к Коле и сказали, Оля, кого нам брать? А я сказала, так, спокойно, ждите, я вам все напишу, не волнуйся, я вам выдам две опции, вы выберете, так вам надо или так вам надо. То есть, на самом деле, процесс подключения, это, говорю, да, самое сложное, это ответить на все вот эти вопросы, да? Что мы делаем? Ну, это нормально, и это все время подкручивается, это очень гибко. Мне сегодня сказали водители фонда, что они хотят собирать статистику по вторичному инсульту, через, там, 6 часов мои консультанты начали ее собирать, да? То есть, мы здесь очень стараемся эффективно делать, потому что это телефон, это такая живая, быстрая штука, мы можем, там, не знаю, набрать за месяц всю статистику, которую мы можем показать, все, что угодно. Поэтому длина подключения зависит от организованности фонда. И от наличия ответов на вопросы. Да, ну и повторю, что эти, про деньги, понятно, это очень дорогая история, но вы можете предложить что-то донору, что ему интересно будет на этой линии. На самом деле, она будет такая дорогая, какой ты хочешь, чтобы она была дорогая. То есть, можно сделать ее. Ты можешь сказать, я открою столько на 4 часа, ты можешь сказать, я не знаю. Ну, это не знаю, потому что пропускается столько звонков, что все это, все эти дешевые варианты, понимаешь, они, ну, в нашем случае, да, одно дело, там. Ну, они у всех свое. Да, у всех, понятно, что у вас должна быть только двуглосуточная, понятно, когда болит, да? Политно, чуть чаще всего, и мы могли себе позволить некому полосуточную, да? Ну, это да, это да. Мы поняли то, что люди пришли с работы, они могут позвонить, точно работе, они не могут позвонить, да? И, знаешь, что, оказалось, что пожилые звонят с утра, и нам пришлось подключить с утра, потому что утром-то как раз они не звонили. Поэтому так надо изучать, и это очень открыто и очень живо, потому что мы читаем уже у нас звонков, мы видим, ну, окей, он позвонил нам в 9 утра, в 9.30, но только в 10 взяли его звонок, ай-яй-яй, да, то есть мы пропускаем внутренние звонки, потому что для дальней региона. То есть мы очень за то, чтобы телефонный формат развивался, потому что мы видим, как он эффективный. То, что Катя три раза не сказала, дорогой, я очень жаль, что дорогой не сидит. Но это как бы, ну, ты говорила, что небольшие фонды, да, есть, и я поэтому сказала, что это такая, ну, сумма пугающая, в принципе. Но это мы там написали по максимуму просто, вот прям вот, ну, я, наверное, и можно еще больше чего-то делать, да? Но я имею в виду, что есть другие форматы, да, и каждый фонд подбирает свое. Так, слава богу, то, наверное, с другими проблемами не так просто много людей, да? И так будет много звонков, и вы можете ограничить это время и количество операторов, да? Да, и тут как бы вопрос, ну, правда, Кольга говорит, все гибко, и что ты все время, очень хорошо, что ты все время можешь менять это. И очень хороший отклик у нас идет от психо, ну, от операторов линии, да, в том плане, что консультантов, что они тоже говорят, да, свое мнение, или там, каких вопросов больше, какие ответы там не знают. То есть нам очень нравится работать с линией, с историей, с историей. Спасибо огромное задавили, на самом деле. Мне кажется, вот просто мы 10 лет подряд были единственной фактически пациентской линией на территории нашей страны. И сейчас вообще, вон смотри, сколько людей заинтересовано в этом формате. Это круто, это социальные изменения. Ой, какая, спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...